Вернемся к новостям из Франции. Там в результате аварии на юго-западе страны погибли более 40 человек. Соболезнования их родственникам уже выразил президент Франсуа Аланд. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента Анны Немировской. Она сейчас выходит с нами на прямую связь из Франции. Анна, приветствую. Что известно к этой минуте? Здравствуйте, Мария. Известно, что все случилось сегодня рано утром, примерно в половине восьмого по местному времени. Авария произошла в департаменте Жеран-За, как мы уже сказали, на юго-западе Франции, недалеко от Бордо. Там произошло лобовое столкновение, обусы далеко. Причем, как сообщают местные СМИ, все случилось на узкой дороге, на достаточно опасной ее отрезке. В результате этого лобового столкновения, которое произошло, добавлено в большой скорости, оба транспортных средства загорелись. Что касается подписчиков, официально сообщается о том, что погибли 42 человека, включая обоих водителей. Правда, по неподтвержденным данным, были и такие сообщения, ссылки на местные СМИ, речь шла о 49 погибших. Однако, по последней информации, в автобусе всего находилось 49 человек, и восьмерым удалось покинуть автобус, выбраться из горящего автобуса. По последним данным, в живых осталось не более 8 пассажиров. Сообщается, что то из них получили ранения. Свои соболезнования по семьям погибших выразил президент Франсуао Ландо. Он сейчас находится в Греции. И перед переговорами в Афимах он сообщил, что все силы правительства моделизованы на устранение последствий этой катастрофы. На месте работает более шести десятков пожарных машин. И там же на месте ждут премьер-министр страны и министр внутренних дел. Добавлю, что это крупнейшая катастрофа с участием автобуса во Франции с 1982 года, когда в результате ДСП неделекой от города Боль погибли 53 человека, включая среди них было 44 тысячи. Вот пока такие новости на этот момент. Мария. Да, спасибо, Анна. На прямой связи была наша специальная корреспондент во Франции Анна Немировская. И вот что конкретно сказал президент Франции Франсуао Ландо, выражая соболезнования родственникам погибших. Французское правительство полностью мобилизовано в связи с этой трагедией. Я хотел бы, чтобы все понимали, что несмотря на теплый прием, который нам здесь в Греции оказан, мы преисполнены скорби в связи с этой драмой.